Продолжение темы отношений США. Хотели бы уточнить, есть ли уже понимание, в какие сроки прибудет в Россию новый посол США, и насколько сегодня просматривается перспектива возобновления работы Тип-Представительства в вопросе выдачи ВИЗ россиянам, и готов ли российский МИД, в свою очередь, стимулировать диалог США на этом направлении. Спасибо. Я не знаю, когда приедет новый посол. Она уже прошла слушание, она уже вроде бы там все завершила формальности, поэтому это решать американской стороне. У нее есть агриман, каких-либо препятствий для ее приезда с нашей стороны не существует. Что касается условий, в которых работают посольства, точно так же, как в случае предыдущего вопроса, мы никогда не начинали каких-либо действий по затруднению работы дипломатов. Все то, что мы сейчас наблюдаем, было начато нобелевским лауреатом Бараком Обамой в декабре 2016 года, за три недели до инаугурации Трампа. Обама, уезжая из Белого дома, решил просто, ну знаете, так мелочно навредить своему сменщику. Он отобрал пять объектов нашей собственности, выгнал наших дипломатов, причем, вот выгнали, знаете, так, ну нечистоплотно. Им сказали, им дали сроки вылета в день, когда не было самолета из Вашингтона. И сто с лишним человек, дипломаты, жены, дети, шесть часов ехали на автобусе в Нью-Йорк со своим скарбом, грузились там уже на рейс. Но это было мелочно, понимаете, недостойно. Человек, который называется президентом Соединенных Штатов. Я рассказывал, после этого нам звонили представители Трампа, и говорили, Трамп-то еще не президент, но он считает, что это неправильно было сделано. Мы уверены, что вы будете отвечать. Ну подождите, не отвечайте, вот Трамп едет в Белый дом, и мы как-то это все постараемся утрясти. Мы взяли паузу, но полгода прошло, ничего ему не позволили утрясти, если даже он хотел это сделать. Мы вынуждены были ответить, тоже высылкой дипломатов, тоже наложением специального режима на пару объектов собственности американцев в Москве. И после этого они стали обижаться. Как же так, вот на ровном месте вы нас выгнали. Это не ровное место. Это место уже было сильно помечено Бараком Обамой для начала. И вот так вот цепная реакция пошла. Сейчас у нас не паритет, у нас соотношение дипломатов серьезно в пользу Соединенных Штатов. Потому что в общую цифру, которая одинаковая для нас и для них, в нашем случае включены сотрудники представительства России при ООН, которые не имеют никакого отношения к двусторонним связям России и США, и которые в прочих обстоятельствах, ну, по большому счету, не должны были засчитываться вот в эту паритетную численность. Они засчитываются. А это, между прочим, 140 человек. Поэтому у американцев здесь очень серьезная такая фора серьезная. И когда они плачутся по поводу того, что некому визы выдавать, не верьте. У нас народу меньше на 140 человек по двусторонним загранным учреждениям. Мы не прекращали выдачу виз, не отправляли никого из американских граждан получать визу в Венесуэлу или на Кубу или в Никарагуа. Могли бы. Но мы просто не мелочные. Мы стараемся быть серьезными людьми.